Девушки отдыхают 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 Ну что ж, смотрите, уже плюс пять. 14-9. Через трос, но справился Юцевич с приемом. Ой, как Папкевич-то неудачно сыграл. Что Панков очень просто эту скидку даже не заблокировал. 14-го. И перевесел. Гол, перевесел Павел Панков Ивана Яковлева. Все-таки мяч-то подняли. Игроки Лока, вот это точно эйс. Вот это точно эйс. И четыре очка подряд набирает московская «Динамо». Удачи. Клюка на приеме. У Воронкова заблокировали. И скидывает Павел Панков. 16-9. 3-2. Мощно, как выкрыгнул Бласов, но Федорова это не смутило. А вот здесь Павел Панков на блоке. Плюсик проценты. Подлесных. Переходящий. Вот все. Нашли свою подачу. Здесь Панков зарабатывает свое очко. Подлесных. Винт Гранкина в исполнении Павла Панкова пролетел мимо мяча связующий и капитан московского «Динамо». Ну, какое дело, что Ласов нельзя сказать, что там бесконечное количество раз атакует подлесных. Кстати, ваут мяч летел, никто не подсказал Павлу Тетехину. И не факт, что это очко Белогорию достанется. Панков проваливает, буквально пролабывает тройной блок и выводит «Динамо» вперед. 5-14. Восстановился от травмы в этом сезоне Денис Блокдон. А вот это очко Павла Панкова в атаке. 14-16. Хорошо подает. Маркин и здорово играет обмачая в защите. А здесь Панков. 21-21 сравнивает счет. Шишкин на приеме. И отскакивает после блока Панкова. Мяч Веспондиара. Преимущество уже 11-3. Хорошая подача, доводки нет. Янутов вынужден пасовать. С 12-го метра Тодос Кримов пытается бороться. Но мяч перелетает на сторону «Динамовцев». И Павел Панков пистевым ударом не дает шансов поднять. Ратунский на приеме. Здорово одной рукой отдавал передачу. И Паранов два раза подряд не дает строителю набрать 16-е очко. Здесь Соколов. И Панков в атаке, друзья. Вот это розыгрыш. Семушев принял. Панков. Не застал врасплох Павел Зенит. Еще одна атака будет у «Динамо». Соколов. Хобзарь в защите. Нет, он побежет себе. Ой-ой-ой. Все в порядке с Массивом Космином. Но сегодня вот этот борт привлекает волейболистов. Сначала Тимофей Тихонов во второй партии. Соколов. Юцевич принимает переходящий мяч. Как сыграл Павел Панков. 4-3. Не стал скидывать. Завис в воздухе связующий «Динамо». 22-15. Ну что ж, три очка отделяет «Динамо» от победы. Я не буду говорить, как сейчас проходят матчи в Казани и Санкт-Петербурге. Кому интересно, сам посмотрит. Выбил вверх Тетюхин. Хачдаги. Цепляет его в Тихошерстов. Да, ну здесь захват мяча. Там достал из Порошина. Он вообще выпал из процесса на какой-то момент. В этой ситуации у Белогорика, конечно, никаких шансов в этом эпизоде не было. Ну и вообще инициатива вся была. Еще одна подача. Сетка смягчает. Теперь справляется. Но мяч уходит на сторону «Динамо». Еще будет одна атака. Теперь быстро в край на Семышева. Классная передача капитана команды «Динамо». Разорванный блок. Все пошли в 5-2. Еще одна подача Феоктистова. Власов на приеме. Здорово играет Феоктистов в защите. Но не дотягивается. Не хватило роста здесь Владимиру Шишкину. Метр восемьдесят три. Через трос. Все, он уже спокойно принял. А вот это пайп Ярослава Подлесных. И сразу он даже извиняется перед Александром Маркиным. Феокти не попал ему ни в лицо, ни в грунт. Просто настолько мощная получилась атака у Ярослава. Здорово подается под обедством. Там Кермене. Ой-ой-ой. Сейчас извиняется Ярослав Подлесный. Какие хорошо ясно. Вы знаете, я думаю, почему так сегодня комфортно и наблюдать волейбол. Вот. Ну и просто потому что классная игра. Мне кажется, все уверенно, увереннее, что он действует в Новосибирске. Есть еще одна защита Локомотива. Но что-то проблемы со второй передачей пока переград. И снова передача на Титана. И здесь он нас лично забивает. Без блока. Хорошая силовая, но Подлесный здорово принял. Смягчение. Мачаев страхует. Клец. Соколов в защите. Вот первый розыгрыш такой длинный у нас получается. Но и его заканчивает Светан Соколов, отправляя мяч на трибуны. После касания блока. А сегодня Безейсов. И здесь переходящий мяч, как Панков здорово сыграл. Браво. Илья Власов. Все, Мушев принимает. И сам же вылетает на пайп. Титюхин побежал. Все, забег туда, к фанатскому сектору Динамо совершили Павел Титюхин и Валентин Кротков. Он, увы, для них успехом не увенчал. С Киковым также напомню о том, что догонит и Корнеенс догоняет. Сам Чанчиков мяч переведет на половину Динамо. Разорвали здорово блок Динамовцы, но сыграл Чанчиков в защите. Все, Мушев не удалось его Дикарева обхитрить. Но здесь уже Энс не добежит. Это очко Ильи Власова. 5-3. Так вот, напомню, что, помимо всего прочего, еще и финал четырех пройдет в новом уренгуре. Мужской паре Суперлиги. Кубка России в этом году. 21-24. Трос. Среагировали даже. И Павел Панков ставит точку в третьей партии вот этой скидкой. 25-21.